Выгодно ли держать свиньи? Они быстро набирают массу. Вес новорожденного поросенка около килограмма, а уже через два месяца он увеличивается в 15-20 раз. За год поросенок вырастает в 140 раз. Свиньи усваивают третью часть съеденного корма, тогда как, например, утки только пятую. Убойный выход у поросят до 80%, у коров 50-60%. Породы свиней различают по количеству мяса в туше. Мясо сальные породы. Средний вес хряков 350 килограмм. Средний вес свиней 230-240 килограмм. Они быстро набирают вес. В одном опоросе 10-12 поросят. Сальные породы. Средний вес хряков 330-350 килограмм. Средний вес свиней 220-250 килограмм. Мясо в туше 50%. Сало около 40. Легко переносят жару. Могут содержаться на пастбище. Мясные породы. Средний вес хряков до 320 килограммов. Средний вес свиней 250 килограммов. Породы имеют высокие мясные качества. Тонкий слой подкожного шпика. Убойный выход 65-75%. Требования к помещению. Комбинированное освещение, естественное и искусственное. На полу должны быть желоба для удаления отходов. Наличие хорошей вентиляции. Температура для свиней не ниже 15 градусов по Цельсию. Для поросят не ниже 21 градуса по Цельсию. Влажность от 70 до 85%. Размеры помещения. Хряки взрослые. На одну голову 7 квадратных метров. Свиноматка с приплодом. Требуется 8-9 квадратных метров. Под свинок при выращивании и откорме 1,5 квадратных метра. Холостые матки 2 квадратных метра. Поросят необходимо приобретать в возрасте 2 месяцев. При покупке следует обратить внимание на вес не менее 15-16 килограммов, активность, аппетит, ровное дыхание без хрипов, равномерный розовый оттенок оболочек глаз, пятачка, рта и ушей, округлые бока и крестец, хвост крючком. Это говорит о том, что мышцы всего тела развиты хорошо. Блестящие копытца на крепких ножках. Если вы решили получать потомство самостоятельно, то необходимо соблюдать правила ухода за свиноматкой. В первый час после опороса свиноматке нужно дать теплой воды. Через 12 часов покормить 1 килограммом комбикорма, ежедневно увеличивая по 0,6 килограмма в день. После 10 дня свиноматку нужно кормить столько, сколько съест. Если у свиньи нет аппетита, это может быть признаком нехватки витаминов. Следует включить в рацион витамины D и B. Важно следить за состоянием молочных желез, протирать водой с добавлением антисептика. В зависимости от эпизоотической ситуации в районе поросят вакцинируют против чумы свиней, сальмонеллы, рожи, ящура, лептоспироза и другого. В первые сутки после рождения поросятам внутримышечно вводят железосодержащие препараты, которые используют, чтобы предотвратить риск развития железодефицитной анемии. У новорожденных поросят нет защиты от бактериальной и вирусной инфекции. Поэтому они должны как можно раньше начать потреблять молозин. Поступающие с ним иммуноглобулины защищают поросят от заболеваний в первые три недели жизни. Молоко свиноматки жирное, содержит все необходимые для поросят элементы питания. Но уже с третьего дня жизни поросятам начинает не хватать воды, минеральных веществ и других составляющих. В это время в рацион необходимо вводить пристартер СПК-3. В него входят легкоусвояемые для поросенка компоненты, такие как экструдированное зерно и лактоза. Поначалу корм поедается маленькими порциями по 5-6 раз в день. Расход комбикорма СПК-3 за весь период кормления составит примерно 6 килограммов на одного поросенка. Необходимо обеспечить поросятам свободный доступ к воде. Отъем поросят от свиноматок необходимо проводить в 23-28 дневном возрасте с живой массой от 6,5 до 8,5 килограммов. С 43 дня следует вводить комбикорм ККС-5. В первые 4 дня поросята кормятся смесью СПК-3 и ККС-5 4 раза в день. С третьего месяца необходимо постепенно переходить на КК-55 и кормить им до убоя 2 раза в день. СПК-3 – эталон пристартерных комбикормов. Узнать о продукции подробнее и заказать ее можно на сайте производителя www.kombidefiscorm.ru